Ты уже? А я тебя нет. Правильно. Ну-ка, посмотри. Я вот туда уже. Володя, посмотри, где что-то я не зажал. Вот это да. А, это выключить. Вот это надо принять. Принять. А, вы меня приняете? Да. Вот я принял тебя. Ну, чё там? Нина-то как? Нина? Нина сейчас более-менная, нормальная, очень-то. Побаливает, конечно, ничего. А этот Сергий, священник-то живой? Живой. Ну, там идет постоянно у них борьба. Они там вдвоем живут, и каждый оставит свою точку зрения. А он живет у Нины? Да, у Нины живет. Понятно. В общем, там упорство, ну, как бы, не принимает он. Уперно стоит на своем. А зачем на своем-то, когда Божье есть? Ну... Ему неприятно, что женщина его учит еще, я так думаю. Ну, а как же так? Почему, почему неприятно-то? Ну, как бы сказать... Наверное, учителя для него все-таки. Ну, Златауз говорит, когда, говорит, мужчина, говорит, теряет достоинство, а женщина занимает кафедру. Ну, ну... А ты на Ютубе-то у нас заходишь? Да, обязательно. А на форум? На форуме-то, там, это, просто-напросто, как говорится, это моё тазбище. Я оттуда беру вещи, так сказать, ваши, какие-то вопросы, распечатываю на бумаге там, и людям, так сказать, вопросов задам. Это ответы на вопросы ваши, я имею в виду. Ну да, там это создал тут Гавриил. Сейчас он забрал у меня все ролики, которые были в миссии 2013. Потому что, когда я ужимаю, теряется яркость, и меня забраковали. А мне свои хватает. Да, качество это, конечно, ухудшает от этого. Он не ужимает, так ставит, но мне это помощь большая. Ну, пока он ставит маленькие, большие ролики впереди стоят еще. Там беседы, встречи. Вот только пока стоит, где дорога, машина, собака. Я сразу, когда это, я все время смотрел, думаю, когда же вы поставите, эти ролики-то. Все, да, да, наконец это смотрю, есть. Ну, думаю, слава Богу. Пошли, да? Сразу на священников напал там. Про священников посмотрел там, как вы там с ним беседуете за обедом на улице. В общем, переживания, конечно, у меня были большие. А ты видел, который был я в Тбилиси, то получил, видел? Угу, видел, но я его еще пока не полностью просмотрел, так коротко просмотрел. Скачал его. Ну, вот эти вот Тбилиси как-то там с переводчиком это переводил он вам. Да, 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 да. Да, вы говорили. Ну, Самира там это, Самира посмотрел эти ролики. Да, в доме у Малыга беседуем, слушал? Да, слушал. Ну, тяжело им это, конечно, это очень тяжело дается понимание. Вообще практически мне показалось, что та женщина, которая раздетая, она быстрее это приняла, чем это Самира. А Самира все-таки упорствует. А та Шихана, она вот так? Да, она как-то попроще сразу это. Я верю все, что Христос умер. Но, мне кажется, Самира, она все-таки останется на своем. Ну, по роликам, я так понял, это. Ну, да, правильно это. Конечно, Господь может все повернуть. Конечно. Но, вот так вот, показалось, что она все-таки не решается, не решается на то, чтобы... Это все, и ему придется всю жизнь, практически, все перевернуть. Это... Мощно даже непросто. Мощно даже непросто. А у меня тут, Игнать Игнатьевич... А вы получили мои эти, как хотите, сообщения? Какую? Ну, вот я вам писал, что у меня вопрос возник. Ну, я слышал, да, что нет, ты говоришь, я пошел. А, нет, я вам это не смог. Я, говорю, это... Гвардии набрал все это, приготовил, думаю, сразу раз и это перешлю вам. А у меня никак это не получается. Я вам по почте отправил. Нету ничего. Ничего нету, да? Понятно. Ну, это надо мне смотреть, что-то у меня тут это не ладится. Ну, я коротко вам скажу, раз уж вы это со мной разговариваете. Женщина, 40 лет, Алла Завус, она ходила на занятия все лето. Но она связана, так сказать, со священником, который категорически против русского языка не принимает его полностью. И категорически, значит, она считает, что надо только на церковно-славянском это... Ну, понятно. А тема лучше света. Да. Ну, в общем, я ее как бы и боялся трогать. Это... Мягко разговаривал с ней это. Ну, а тут, собственно говоря, я ее спровоцировал на этот разговор сам. Последний раз, когда мы там беседовали. Я вот поднял вопросы напрямую и стал задавать вопросы. Как она считает это? Ну, грех или не грех молиться на русском языке своими молитвами. Объяснил ей, ну, семикратное моление, как говорится, молиться там... Да. Со своими словами надо молиться там. Это... Не только это... Брать готовые молитвы. Ну, в общем, она неудоумения и, как бы сказать, была в сомнениях. Потом она мне прислала эссимески. Я вот вам хотел их прислать. Вот. Я так и зачитаю. Вот она прислала эссимеску. В том, чтобы молиться чужими словами, пример нам Сам Господь Иисус Христос. Его молитвенные возгласы во время крестных страданий, строки из Псалмов. Сравни стих 2 Псалма 21 стихом 46 из 27 главы Евангелия от Матфея. Или стих 6 Псалма 30 со стихом 46 главы Евангелия от Луки. Ну, я... Как бы она меня так... Уберзала, что... Сам Спаситель, так сказать, использовал чужие слова для того, что даже там на кресте. Вот. Мне это как раз не нужно было. Мне надо было ее добиться того, чтобы... Она ответила на вопрос. Грех или не грех молиться на русском языке? Ну, я ей ответил, вообще, на нашу молитву Господню. И сами Псалмы Давиды используются нами постоянно и так далее. Наверное, я ей говорю, наверное, не смог найти слова нужные. В общем, я говорю, я не спорю по твоим аргументам. Потом я ей привел Патриарха Кирилла. Что Патриарх Кирилл вне богослужения советует молиться своими словами. Я сам слышал это. Но если не хочешь, говорю, молиться, то не молись. Всего лишь это совет и выбор за тобой. Она мне отвечает. Я не говорю, что не надо молиться своими словами. Она мне так говорит, потому что я Патриарха Кирилла привел. Свои, так сказать, помощники. И мне пришлось согласиться, что можно своими словами молиться. Ну и дальше. Я говорю о молитвах, написанных святыми отцами. За ними стоит подвиг, сокрушение, о грехах, борьба со страстями, вера, надежда, любовь, благодатное озарение. Откуда берет. Свидетель Игнатий Беринчанин писал. Не делать мне не переносить Богу многословных и красноречивых молитв, Тобою от сочиненных. Они произведения падшего разума и не могут быть приняты на духовный жертвенник Божий. Я ей отвечаю. Ну, сочинять молитвы нет нужды. А вот вопрос, грех молиться на русском или не грех, Теала не ответила. Ну и как бы ее это заставляю, Чтоб она это там занялась этим вопросом и начала, так сказать, Не просто свои там мнения, там, желания излагать, а что-то начала делать это. Я говорю, спрашиваю, что говорят об этом святые отцы. Пусть, я думаю, поищем. А зачем тебе вот с ней так вступать в такие дебри-то? Сказал ей это, что после первого-второго вразумления отвращайся. Это ересь четырех языковая. Когда нападали епископы на Кирилла Мефодия, Ведь они только одно говорили. Можно только на тех языках, на которых надпись на кресте была. А еще на славянском-то. Ну еще мы должны теперь доказывать ему. У него другая совсем планета. Ему назначено быть в другом месте. И ты ничего не докажешь. Им Господь ничего не мог доказать. Наше дело как? Рабу Божию неприлично спорить. И поэтому два раза сказала, отойди, не трать зря время. Она сказала, он сказал. Повторяешь, у меня время отнимаешь. Я больше этого не слышал даже. Неграмотная женщина, невежественная, совершенно во тьме, не рожденная с высшей. Что сказала, ты запоминаешь. Это у меня жена. Где еще сказал, она дважды переживает одну и ту же дорожку топчет. Зачем это нужно? Говори по делу. Ну я все-таки это видел, что она ходит на занятия. И независимо от того, что ее духовник это был против или сейчас против, она как бы себя перебарывает. Но, как и Самира, она не может до конца пойти. Вот. Мне бы хотелось, я думал, что поехать к ней, она не в Кемире живет, и с ней еще побеседовать на эту тему. И вот у меня этот вопрос, я хотел спросить у вас, стоит ли с ней еще раз как бы съездить, поговорить на эту тему. А где она живет? Ну она живет в Кузидеево, я в Кузидеево езжу туда. О, это далеко. Скажи мне про Кузидеевских, как там Галина? Ну Галина, она болеет, ноги у нее болят. А Машенька как? Ну Маша она такая, растет, в общем толковая девчонка. Вот. И если не упустят это, то из нее толк будет. Вот. Ну а Иван с Данилом. Ну Иван, конечно, он сильно на внешнее. У него прям тяга к внешнему. Вот это вот, что в церкви, что как священник, как дед, как они ходят там, какие облачения. У него прям это очень сильная тяга прям проявляется. Конечно, я пытаюсь привести его к тому, чтобы обращать на внутреннее содержание. Но пока у него перебарывает вот это вот внешнее. Ну а Галина там и дочери, вот мы, считаю, все лето там занимались с ними. Я ездил туда. И, собственно говоря, они сами пошли на это. Но дочери, конечно, еще не так они это... Не то, что... Подробности эти утомительны. А который там мужчина с тобой ходил в прошлый раз в библиотеке был? Кто-то у тебя из мужчин близкий-то есть, братья? С кем бы ты мог разделять искренние беседы? Сергей Гилев. Сергей Гилев, ну, он это, немножко... Он бесноватый. Немножко бесноватый? Ну, немножко, а он по-настоящему. Да как это немножко? Я говорю, нет, я говорю... А в чем это выражается? По-настоящему. А выражается во всем это. У него это... Когда он начал ходить в церковь, то у него превалировало то, что надо молиться и ничего больше не делать. На молитву. И получение каких-то там, это, благодатных, так сказать... Ощущений. И теплоты там, и так далее, и так далее. То есть он попался лукавым полностью, он это... Стал по-настоящему бесноватым. Но он осознает то, что он это... В таком состоянии находится. Ну, и ему очень трудно. Он понимает это все. Ну, бывают падения. Ну, в общем, мы с ним это встречаемся, беседуем, разговариваем. Вот еще парень появился. У меня берут... Стали брать книги ваши, все какие там. Молодой парень. Ну, пока он тоже... Мы с ним беседуем. И у него есть тяга. Но нет решительности, я смотрю. У всех нет решительности бросить эту прежнюю жизнь и обрубить, собственно говоря, все, что было раньше. Все их тянет это на свои привычки, свои так сказать. И никак они... Вот ходят, ходят это, и никак не могут решиться. Вот в этом плохо. Вот так. Вроде есть тяга, а дальше все это тормозится. Вот. И сюда сегодня ходил в нашу библиотеку, здесь вот два человека было. Побеседовали, поговорили, собственно говоря, о рождении свыше и об уставе церкви. Еще немного задели вопрос о уставе церкви. Какой он, это... Сейчас принят устав. Вы читали устав? Какой? Новый? Новый, да. Ну, а когда он был принят? Ну, он принят вот-вот. Да, у меня под рукой нету, но вот в этом году... Нет, не считал. Ну, там, собственно говоря, усиление властных полномочий, епископата, священства и самого патриарха. И, собственно говоря, это произведение прихожан, ну, как сказать, до уровня, так сказать, ну, что кормить и обувать, одевать и ходить в храм. Бедное православие. Совершенно ничего нет и остатки выкорчевают. Им только одно бы. Мощи, мощи, мощи и икона. Вот полное шаманство и язычество. Совершенно оглупленное. Все потеряно, ничего нет и продолжает на одном стоять. Это же потеря разума. И поэтому нападки сектантов, а я их не оправдываю, но понятно, сами дают повод. Я в этом году полностью разочаровался как-то в священстве. Собственно говоря, я ездил в епархию, в Кемерово, там заходил в центр апологетический. Разговаривал с теми людьми, которые написали вот эти статьи про книги, про ваши. Предлагал им это встретиться, побеседовать, поговорить. Наотрез отказываются. А кто они такие, кто писали? Это подобие Белого Братства, Виссариона. Это они писали? Да. Так они что? Совершенно не верующие? Ну, собственно говоря, так получается, что они верят в себя и в свои традиции. Но откуда они это берут-то? Откуда? Кто им запрограммировал это? Какой Виссарион? Какое Белого Братства? Ну а почему они дальше-то не говорят? А ну я вместе связан с самураями, с Гитлером, с Муссолини. Вот в том-то и дело, что оболгать они очень это легко у них получается. А как же вера тогда? А лжец не наследует спасение. Писание говорит, лжец не спасется. Лжец наследует участь дьявола. Да, вот я им это и сказал тогда, когда был там. И что получилось это? Они узнали то, что, ну, так сказать, обо мне, что я с Паштагольского района. Они снарядили экспедицию по Паштаголу с опровержениями всех это, ну, нас, так сказать, ваших книг. И чтобы нас не слушали, чтобы эти книги никому не давали. После моего приезда в ипархии туда. Опровержение какое? Они должны дать постраничное опровержение? Опровержение в том, что они собрали все библиотекари Паштагольского района и провели разъяснительную работу, что такие-то, такие-то есть. И что они тут ходят и баламутят народ и так далее. В этом плане. После моего приезда туда в Паши, когда я с ним поговорил. То есть они вместо того, чтобы... То есть они неверующие, я так понял. Вместо того, чтобы прислушаться... Мертвое кладбище теней. Да. Трупа поклонники, больше ничего нету. Им нужны только кладбище и трупы. В осенниках книги забрали из библиотеки вашей. Мы пытались с ними их вернуть. Но у нас ничего не получилось. Потому что они наотрез отказались их возвращать. С Владачином, Владимиром и Максимом встречались, разговаривали. И, собственно говоря, ни к чему мы не пришли. Книги остались там. Они очень боятся, чтобы книги кому-то попали в руки. Значит, чего-то стоит это? Очень большого чего стоит. Они просто открывают глаза людям на то, что происходит вокруг нас. И самой церкви самое главное. Да. Вот. И очень боятся. Я понял, что все под страхом находятся каким-то... Библиотекари государственные, библиотеки, они находятся под страхом, казалось бы, чего им боятся. Но, тем не менее, страх уже просто от того, что сказали им сверху, не давать. Ну, сказали. Ну, одно дело сказали. Другое дело, сам-то человек должен убедиться. Открыть книгу, страницу, просчитать. Так ли это? Что они говорят-то? Ведь они же разбойники, лютые волки. Ну, а чтобы прочитать, тут уже сами по себе они не хотят этого оказывать. Понятно. Ну, в общем, полностью разочарованы. И когда смотрел ваши встречи со священниками, то было волнение такое. Услышат они вас или не услышат? Примут они это слово, которое вы говорите или не примут? От нас это не зависит. Наше дело сеять. Сеющий поливающий ничто. Нам об этом и думать не надо. Примут, не примут. Человек не знает, где он прописан. Но судя по тому, как он действует, может сказать, вверху или внизу. Наше дело возвестить. Мы зовем на брачный пир. А что они голову разбивают посыльным, это им дана сегодня возможность. Но потом будет расчет за все. Но вы, Влад Тихонович, вселяете оптимизм. Вы уверенность и надежду от вас получаешь. Так с нами Господь и Слово Божие. У них-то ничего нету. И поэтому они объяснуются. У них ничего нету совершенно. А там мирские люди, их никто не поддерживает. Я вот получаю сколько благодарностей. Ты бы видел там центральные или национальные библиотеки Болгарии. Получил даже благодарность от Рамзана Кадырова, где мы в Чечне два раза были. От президента Белорусской Республики, Лукашенко Александра Григорьевича. Они нигде ничего не успевают делать. А если у нас еще удастся в этом 2014 году поездка последняя, самая дальняя, до Португалии, Скандинавии и Прибалтика. Ну, ясно дело, они в шоке будут. Меня поражают их не равнодушие, если честно говорить. А равнодушие к правде, что они не ищут правды. Совершенно не нужна. Ложь им не веря. Нет, они ищут правду. Это маленько не так выразно. Они ищут и гоняются за правдой, чтобы уничтожить ее. Ну да. Ну именно уничтожить, потому что ложь, к сожалению, абсолютно стала родной. Все, мы на эту тему поговорили. Больше к этой не возвращаемся, чтобы нам не осудить их. А они сами за себя ответят. Да, ну в общем, играйте. Кома-то как у тебя мама? Мама у меня, слава Богу, нормально, благополучно. Вот я, говорю, перепечатаю большими, крупными буквами. Она читает. И, собственно говоря, у нее самой глаза-то открываются. И она раньше-то ничего не знала. А сейчас книги читать не может. Ну мелко. А я беру, напечатаю, я принтер купил. И прямо это милое дело. Людям, кому дам это почитать, они читают хорошо. А ты в Майл.ру у меня видишь фотографии, я выставляю? Ну конечно. Семь тысяч фотографий. Вы один, Игнать Тихонович? Тут, собственно говоря, как бы сказать, все пространство заполнили. Так что им, конечно, не угнаться за вами. Да и они не собираются гнаться. Им это и не надо, по всей видимости. Они, собственно говоря, к сожалению, хотят остаться при своем. Ну ладно. Сам-то как считаешь Евангелие? Часто? Постоянно. Постоянно. У тебя с работы-то не получается семикратно в день вставать на молитву? Не всегда, но стараюсь. Чтобы это... Я для тебя уяснил, что именно вот так, семикратно, или даже можно чаще, конечно, это самое то, что нужно. Ну ты с нами ездил? Ты видел, слышал как? Мы в дороге продолжаем исполнять это важное правило, молитва. У мусульман самое главное, вот я беседую, это молитва, намаз. Молиться, вот утром встаешь, то есть это молитва, там же не встанешь, это вот так вот прочитал и все, и побежал там формально сделал. Тут формальности никакой не получится. И стать перед Богом, это все время, это находишься все время в напряжении. Напряжение каком-то таком особом, чтобы тебе не слукавить, не сделать какого-то такого поступка, который бы тебе помешал молитве твоей. Чтобы не перевезть, когда ешь. Если перевезшь, то уже тоже у тебя это, ты не можешь это молиться, открыто, тяжесть это и так далее. В общем, тут это, человек находится в напряжении таком, постоянном, активен он это. Очень хорошо, мне это как раз по душе. А про Добродяева Сергея Николаевича из Новокузнецка ничего не слышно? Нет, ничего не слышал, он не связывался, я с ним тоже не связывался. Так что, все, что у вас есть, вот это вот, и на сайте, и в книгах, это я оттуда черпаю. Мне это по душе, мне это нравится, мне это дорого и близко. Я однажды книжку читал монгольского автора Уртуз, сын Барту. И вот они собрались, едут, встретились где-то, ну там просторы-то большие, еще там пустыня. Они сели, разговаривают, а разговаривают как? Ты новости слыхал, дальше помешал в костре, выпили чаю. Тот говорит, слыхал, и опять замолкли на полчаса. Говорят, революция была. И снова углубились в молчание, сидели-сидели, да. Пока коня не опрокинешь, подковы не рассмотришь. Еще помолчали, два часа сели и поехали в разные стороны. Да. Ты сказал один, говорит, ты, говорит, нам крепкий чай заварил. Это известие, новости. Но вы нас помнили, мы всегда знали, что за нас молятся наши друзья. Были в обстановке такой, казалось, уже ехать некуда. Тридцать таможек только прошли. На одной, самая длительная была при выезде с Азербайджана, 15 часов в общей сложности провели. И не выйти никуда. Жара. В кабине 46 градусов. Ни собаку не вывезти. Почасовые загоняют невозможно. Но мы не одни, это все так. Там какая-то проверка. Но нас Господь провел. Провел и удивительно как было воспоминания. Кое-что можно было написать. Мой писарь тут заболел. Может быть будет потом. Но это все в роликах видно. А, там еще смотрел священник Иван. Я с ним это удивился. Я этому порадовался. Он так это воспринял и книги взял у вас. Прямо это, ну, большой радостный просто это. Это от силы этого приятно. Я смотрел Иван тоже был рад. Подожди, вот украинские пойдут, когда ты посмотришь, как мы на Украине были. Тоже в храме, там собирали народ, священники. Там к больным когда ездили. У нас все это заснято. Слава Богу. Гавриила помолись, чтобы у него получилось. Чтобы все сумел поставить. Ты вот когда зайдешь на форум. Прав ли Бог? Там что-то справедлив ли Бог? Ну, прям на первой странице, третья строчка что ли. Вчера мы с ним разговаривали по скайпу. Юноша один был. Он уже 12 лет лежит парализованный. Он купался когда, кинулся с обрыва и оказалось там мелко. Ну, дурнино. Ну, его вытащили. Он минут 20 вообще. Из него воду-то выкачали. Семь позвонков у него в дребезге. А когда искусственное дыхание делали, позвонками перерезали нервы. Он 12 лет лежит парализованный. При росте метр девяносто. Вес 30-40 килограмм. Да. Мумия. И вот мы с ним беседуем, какой у него дух. Настолько он мужественно все переносит. Если бы сейчас предложили вернуться на прежнее, я бы не пошел. И он рисует иконы. Пальцы не двигаются. Так он как-то вот так вот у него ладонь. И вот так рука маленько передвигается. И иконы стоят. Прямо очень хорошие. Вот ты зайди и посмотри. Там его ролики он лежит. Его Сергей звать. Так что помолись. Понятно. Я рад просто. А у него были, как у тебя, мои пленки. А он в Воронеже был. И туда пленки закатились в свое время. По всей стране. Да. Похоже, я тебя вспомнил. Поэтому то, что делают попы, можно только посожаревать. Говорят, поплакать о них. А они не знают, как рядом они были с истиной. И как они ее не приняли. А все остальное уже проглотили. Утроба проварила. И дальше у них ничего нет. У них ничего нет. Они как не бывшие уходят из жизни. Да. Ну ладно, Игнать Тихонович. Не буду больше вас задерживать. Благодарю. Всем поклон давай скажи. Помним и любим. Понятно. Мы вас тоже, Игнать Тихонович. Всех вас. Володе там. Володе поклон. Володя вот он рядом. Он записывает. Это у нас ролик будет. Тебе показать его. Посмотри. Наклонись, дружок. Маленько хотя бы. Володя это брат. Он как брат родной. Даже больше. Мы с ним живем вместе. У нас полное согласие. А Надежда Васильевна рядом за стенкой. Ну я знаю. Люба к ним придет, когда тут одна женщина одна. Тогда они утрами приходят, приходили молиться. Вот сейчас нас просели. И мы на прошлой неделе с Володей закончили по трехтомнику с толкованием насчитать Евангелие. И Евангелие от Матфея закончили. И мы закончили дальше откровение апокалипсиса. Это 430 страниц. Тут я без комментариев. А там давал большие комментарии. Ну ты почитай вот на первой странице. Там найди. Там увидишь какая графа. Вот. Я даю данные какие есть. Вот. Это где-то 60 почти гигабайт. Ну это большой объем. О еще бы. Это очень большой объем. Но просили. А откровение насчитывал Володя. Ну. Он мне начитывал стихи свои в Потеряевке. Ну. Я их до сих пор помню и слушаю. Его стихи. Он его читал. Ну что, давай, чакай, чтобы первый отошел ты. Ага. Спасибо. Тебе когда надо будет прийти-то? Назначай время, чтобы я тебя задавал в 5 во вторник. Игнать Тихонович, во вторник я не могу. В понедельник, вторник, среда. Я работаю. Ну так, посмотри. По-нашему, в это время ты пришел хорошо. А то смотри, когда будет у тебя возможность. Так в неделю, один день выбирай какой-нибудь. Все понятно. Потому что у меня время очень ужатое. Я поэтому и беспокоюсь, чтобы вас лишний раз не задерживать. И какими-то пустыми разговорами не отвлекать. Вот сегодня мне придется всю ночь ставить эти ролики. Уже они ужатые. Собрание. Уже один я поставил там занятия с детьми. Давай, прощайся. До свидания. Аллилуйя. Да. Ну все. Хороший он человек Миша. Очень хороший. Он когда рассказывал как о пленках. Мои пленки. Он много времени слушали. Ему сильно нравилось. Но на пленках нету там ни адреса, ничего. И он всех спрашивал, кто это читает, кто там беседует. Ну никто не знает там. Это все-таки Кемеровская область. А потом попала какая-то моя книга. Он видит, по содержанию похоже. А там адрес. Он позвонил и голос сошелся. А может я приеду? Я говорю, зачем? У тебя книги есть, ты читай. И я ему не разрешил. Его так это насторожило. Как это так? Отталкивает. А я знаю, что делаю. Проходит еще сколько-то месяцев. И он снова позвонил. Я разрешил. После этого он принял крещение. Приехал. Ездил с нами в миссионерскую поездку. Я скажу, что из всех, кто ездил с нами. А то ни один, ни два человека. У нас шоферов только было около шести. Менялись все. И вот он единственный, который подходил постоянно. Когда никого нету. И благодарил. Как я рад, что попал с вами. Я научился экономить время. Рано вставать. Что такое молитва? Я так многому-многому научился здесь. Вот это очень ценно. У него характер такой мягкий. Ну, я отошел от вас. Я посмотрю, что сейчас делаю. Слушаю. Время нет. А слушаю звезда Бориса Штоколова. Что-то непонятно. Тормознуло где-то. Что кого-то выдвинуло на это Жуков. Когда он в армии был. Послушал. Он говорит, тебе надо учиться. А солдата тут и без себя хватит. Неожиданной была его смерть для всех. Я о нем много читал. Мне просто нравится он. Он не выламывается. А смотришь там Моисеев. Другой выйдет. Какие-то надо, чтобы свисело, как у Малинина. Этому ничего не надо. Он просто стоит. Он весь здесь. Он фактурный. Он как смотрится. А это что там. Разное там. Неизвестно, как бы сложилась жизнь Штоколова, если бы не одна неожиданная и счастливая встреча, изменившая его судьбу. 1949 год. Борис возвращается из Кронштадта в Свердловск и поступает в школу ВВС. Маршал Жуков командует тогда Уральским военным округом. Его приглашают на выпускной вечер. Я спел там Блантера, Грустный Ю и Эх, дороги Ной у кого. В общем, Жуков меня подозвал, послал за мной, я пришел. Он говорит, таких, как ты в авиации много, тебе надо петь. Он сказал, петь надо. В консерватории Штоколов знакомится с Юрием Гуляевым. Эта крепкая мужская дружба продолжается всю жизнь. По существу Гуляев был единственным другом Штоколова. В душе глубоко одинокого и очень ранимого человека. Жили они в одной комнате. И мне приходилось одно и то же слышать и от Бори, и от Юры. И они рассказывали это с таким упоением, как будто интереснее этого в жизни ничего не существовало. Вот как они зарабатывали первые деньги себе на жизнь. Они собирали аптекарские пузырьки, мыли их и сдавали. На вырученные деньги куплены синий лыжный костюм и ботинки, в которых Борис посещает занятия. Другой одежды не было. Помог случай. Штоколову оказана честь выступить перед партактивом области. И тогда по распоряжению Кириленко, первого секретаря Свердловского обкома и будущего члена балетбюро, который наслышан о талантливом начинающем певце, Штоколову шьют первый костюм. Эй, лукнем, эй, лукнем, еще розик, еще дрожа, мы по берегу идем, День, лукнем, еще дрожа, мы поем. Его соседи по общежитию смирились с тем, что из комнаты Бориса постоянно звучит музыка. Голос Шаляпина, сотрясая хилые фанерные перегородки, был неизменным звуковым фоном студенческого быта. Штоколов мог слушать пластинки с записями своего кумира с утра до ночи. Он очень все принимал близко к сердцу, он всегда волновался, он мог много возмущаться, у него рождалось в голове море идей, и он... Я его очень любил, мне он нравился. Гори, гори, моя звезда упела. Ну что ж, свой путь у него. Гори, гори, моя звезда... Гори, гори, моя звезда уп� в голову непรад están. Продолжение следует...